Друзья, нам нагло врут с экранов телевизора. Говорят, что нужно идти на диалог с народом, а вместо этого везут на митинги Росгвардию и ОМОН, чтобы разгонять протестующих. Есть еще часть протеста, которые пока не подозревают, я так думаю, что они оппозиция, но по всей видимости ими станут. Я про Ингушетию и про Архангельск. Это два разных по своим причинам, по предпосылкам протеста, но кончается это подавлением, судя по всему. Вы знаете, но вчера в город Коряжма, это Ленинский район Архангельской области, приехал, привезли ОМОН и привезли Росгвардию из Коми, Воронежа и Архангельска. Там готовится разгон активистов, которые не пропускают бензовозы на станцию ШИС, где строится мусорная свалка, куда будут везти мусор из Москвы. И люди собираются, люди готовы отстаивать свое право жить на чистой земле, а не в мусорной яме. И там ситуация очень сильно накаляется, причем, поскольку я неплохо знаю эту область, и на меня выходят люди из Ордамы, где, собственно, многие активисты живут, и где перекрывается, где люди перекрыли дорогу, не пускают ШИСу. И в маленьких городках Архангельской области мне рассказали, что Каргопольская Росгвардия, отделение, как это называется, батальон Росгвардии, отказался идти против людей в ШИСе. Это очень рискованная ситуация, но самое главное, власть должна понять, нельзя так обращаться с людьми. Мне прислали песню, которую они написали. Это просто такой крик, что мы все, весь народ против этих свалок с мусором из Москвы, но нас никто не слышит. Вот это ощущение у людей, что их никто не слышит. А еще, ко всему прочему, на них теперь прислали ОМОН, и сняты кадры, как на станции высаживаются ОМОН и несут эти свои щиты. С римскими щитами. Да, с этими римскими щитами. Понимаете, и это все, уж понимаете, если я в Москве это все получаю, то понятно, что там это распространяется по всем активистам в Архангельской области. Это, конечно, абсолютное безобразие, то, что происходит там, абсолютное безобразие, что на людей и на игол абсолютно наплевали. Мне их искренне жалко, и единственное, я только надеюсь, что у губернатора Орлова и у кремлевских властей есть какое-то понимание, что когда люди борются за свою землю, их нельзя разгонять. Вот это абсолютно естественно, это на уровне инстинкта отстаивать землю, на которой ты живешь. Спасибо большое. Евгений Альбац, главный редактор журнала The New Times, была со своим особым мнением. А я, Евгений Бунтман, с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok